Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Бесспорен тот факт, что появление усыновленного ребенка в семье приводит к существенным изменениям в ее статусе и динамике развития. Эти обстоятельства требует продуманная система мер по подготовке будущих родителей к реализации в естественных условиях семейного воспитания своих новых обязанностей. И вот сетевики после предложения ужесточения наказания за насилие над приемными детьми предложили создать специальные курсы по воспитанию будущих родителей. Мы знаем, что для многих детей дом и семья могут быть не убежищем, а местом беспредельного несчастья. Знаем невероятную способность детей страдать молча, пишут сетевики. Автор «Родина КИЗ» начал свой пост со слов «Битье не определяет сознание», что и натолкнуло сетевиков на идею создания системы обучения приемных родителей родительству. Как вы думаете, от кого нужно защищать детей? От школы? От гаджетов? Если бы. Детей нужно защищать от взрослых. И защищать их нужно, как не бессмысленно это звучит, от не только приемных родителей, воспитателей, опекунов, то есть от людей, которые становятся для ребенка его единственной опорой. И их жестокость – социальная опасность, которая почему-то не осознается нашим обществом. Кстати, в социальных сетях вспомнили обещание уполномоченных представителей прав детей, что сироты в Казахстане смогут самостоятельно выбирать семьи. И что общество пересмотрит свое отношение к ним. Однако, подняв статистику последних лет, комментаторы с сожалением констатировали – приемные родители применяют насилие к своим детям точно так же, как и кровные. Я прошерстил всю сеть, все новостные сайты. В Казахстане нет статистических данных о том, сколько детей подвергались насилию со стороны приемных и родных родителей. Но отсутствие таких данных не дает нам повода не создавать условия для их обучения. Взрослым нужно объяснять, что дети и родные, и приемные – это не питомцы, это живые люди. И к ним нужно относиться так, словно это ваш друг пришел вас пожить, но на более долгий срок. Ведь вы не будете издеваться над равным. Так следует себя вести и с детьми. Начинается охота на ведьм. Разве сейчас недостаточно мероприятий проводится для проверки пригодности родителей к усыновлению? Сложившаяся ситуация меня приводит в полное отчаяние. С одной стороны, по-прежнему говорится, что детских домов быть не должно, что дети должны быть в семьях. С другой стороны, происходит травля приемных родителей. Бесконечное количество контролирующих организаций, контролирующих процедур, направленных на то, чтобы все было абсолютно прозрачно. Это уже превышает все разумные пределы. Сейчас все больше населения получает любые сведения из френд-ленты. Все это, конечно, хорошо, быстро и удобно, но френд-ленты и посты не помогают человеку развивать долговременную память, аналитическое мышление и самое главное – воображение. А значит, нужно читать больше книг. Почему? В посте Эрик Бенда. В три последние недели сетевики активно муссируют тему заброшенных на дальние полки книг. Мол, все казахстанцы стали меньше читать, поэтому решили припомнить выражение – люди перестают мыслить, когда прекращают читать. Комментаторы в Фейсбуке предположили – без книг невозможно расширить свой запас знаний, и мозг не нагружается так, как нужно было бы. Эрик Бенд пророчит, что в будущем более успешными и востребованными станут люди, читающие книги. В будущем будут цениться только кадры с воображением, а чтобы его развивать, надо читать книги. Разницы нет, как на электронном носителе, на бумаге или в аудиоформате. Книга позволяет человеку научиться понимать мысли другого человека, развивает способность к видению ситуации в целом, детализации любого явления, составлению портрета человека. А самое главное – книга развивает в человеке возможность представлять в своем сознании все, что происходит по сюжету. И эта способность будет всегда отличать человека от искусственного интеллекта, который развивается только в пределе тех знаний, которые он усвоил. Давно доказали, что у человека, который не приучен читать, ограничен малый словарный запас, а в разговоре проскакивают слова-паразиты, вроде «ну», «это», «вот» и так далее. А читая, человек становится более грамотным, ведь он неосознанно запоминает верное написание слов и употребление их в предложении. Вполне можно согласиться с тем, что все благодаря тому, что книга обучает культуре ума, заставляет анализировать, тренирует внимание, это наполняет память и дисциплинирует ум. Но комментаторы предложили не выгонять всех из сети, а просто сделать тексты в интернете более грамотными. Начинать, конечно, нужно с себя. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова